привет ребята так ну чё 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 я предлагаю сейчас вот чем заняться портануться к таверне орвана напрягать прикол это капец да портануться к таверне орвана снять кольцо каменной кожи не пускай удать с ними лучше кольцо тьмы а делим кольцо магии и вот да эту фигню огольный дождь нас если что под семеркой вот у нас мана теперь пятьдесят то есть ровно столько сколько нужно сколько необходимо да и тогда ребятки давайте-ка наведаемся в эту самую парашу в пещеру тех бандитов как там за получше попасть там помните того какой-то особенной дорогой по ум и идти чтобы попрекольнее да вот как то вот так вот все не ошибаюсь вот убьем тех бандитов просто у них там до должна быть шкура бракориса сундуки и плюс то что там будет еще и записка для эуриха в общем штука довольно таки необходимая правда потом нам придется покупать еще один скорее всего огненный дождь чтобы еще разобраться с бандитами в башне текстера бы на это опять-таки тысяча золотых до денег но конечно нужно просто пипец сколько денег братья даже честно говоря ой не очень-то и понимаю ну хотя с другой стороны сейчас он перейдем перебьем этих бандитов да это уже кое-какие денежки зачем я выносливость а слушайте знаете что может быть у меня выносливость падает из-за того что я не спал как думаете у меня типа усталость сто процентов видите мяч что выносливость сильно упала может быть его будет понижаться из того что я типа не поспал до сих пор ну в принципе нам что нам принципе можно сейчас просто завалить этих бандитов на и в принципе спокойно ложится спать по большей степени до главная задача у нас реально завалить этих гребанных бандитов если так смотреть так там нас полевые жуки давайте скорее может завалим этих полевых жуков на самом деле учитывая то что нам очень сильно нужен час опыт но так отлично да опыт нам сейчас просто пипец как нужен поэтому есть смысл повалить этих жуков так вот там еще какое-то растение смотрите мне что-то пропустили лесная да вы найдите бандит я чуть забыл братишки представляете а вот там уже же никому должны быть да давайте сейчас погоним и завалим ребятки грибочки только сначала насобираю где-то вот там это не должны быть там какой-то должен быть спуск помните мы как-то сюда к этому спуску подходили а потом уже от него типа там магичный чайли что-то так у меня не получается он погнали тогда как получится да и все дал кто тоже и меч достает по ходу там эти бандиты должны быть просто если так не убежать то это немного не прикольно в том плане что вы сами понимаете да они получаются легко смогут меня пристрелить просто опять таки эти грёбаные полевые жуки слушайте по у меня реально выносливость падает или мне вот кажется вам падает ты можешь пойти где-то поспать в какой-то кровати хотя бы часто живучий полевой жук то где-то наш хлебушок были на ухе больше нету суд по всему на ну есть окорок так ой блин двое сразу в бестиарии полевой жук получили новую надпись ребят давайте-ка прочтем раз такие дела ой нету нажал бестиарий полевой жук чем мы там получили за а делали что вообще не вижу а уж так полевой жук уязвимые места уязвимые места имеет очень слабую защиту против оружия дальнего боя магии огня ну короче говоря практически все места у него уязвимые стак смотреть да вообще-то полевой жук принципе один из слабейших монстриков готики ой опять двое да вы задолбали ребята блин у макара вас так много они меня еще и вальнули вы представляете ребята ну хоть из игры не выкидывает это радует были то капец реально с этой выносливостью она мне что-то вообще прям какая-то срака она больно много тут этих жуков что-то давай уже завалю тебя да так лечебные растения и ягода гоблина отлично нам это очень нужно и огня крапива тоже пригодится несомненно так повода ауди того тому должны быть наши бандиты просто да основная беда в том чтобы я успел их спалить огненным дождем до того момента пока они меня не расстреляют из своих луков то что из луков они стреляют ой а нормальдом он бандиты пошли и звуков они стреляют очень неплохо ну вот я разорву тебя на куски все да да отлично ребят так деревянная палка лук наемника стрелы белый ром пиво рыба золотая чашка бромора 38 золотых самостоял бандита болт говарь бандитов так шпага бандита болты сыр золото косяк отмычка шпага бандита меч бандита лук наемника ну в общем у них принципе у всех одни и те же вещи так смотреть дабы кстати я неплохо денежек с рубим я думаю на этих чуваках потому что вот эти вот шпаги стоит там золотых по 40 далее поскольку ну да самих с них падают доллар этом серебряный подсвечник то есть вообще говоря в этом плане очень даже неплохо вот походу и письмо люсии я не могу чего понять чуваки это вот там вот полевые жуки дохлые типа или они забагованы или а что это вообще такое вот эти вот два жука а да они дохлые их походу тоже спалил я понял прикольно они сдохли кстати да потом оба потом по-любому пойти поспать хорошо так 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 вот пещерка мы смотрим шкура варга ложку и мраку риса отлично письмо шпага бандита окорок вода зелье хлеб кожа рептилия древняя скрижаль так мы шкура мраку риса значимая теперь две штуки я так понял да для сколько там давайте посмотрим до шкура мраку риса 2 так мы там нашли какие-то письма ну это короче говоря фигня это что такое это меня искать это что такое это я уже видел вот наверное да прощальное письмо люсии любимый эльврих мне не хватает слов чтобы написать как я сожалею я знаю что ты этого не поймешь но я пришла к заключению что для нас обоих будет лучше если ты поищешь более приличную девушку чем я оттуда куда я направляюсь я не вернусь обратно прощаюсь дадим потом почитать этому барану так ну чё тут есть нас пару сундуков давайте их обыщем а вдруг там будет что-нибудь полезное начнем заново правом справа вправо влево справа вправо вправо стрелы 10 золотых а то лечебная эссенция ну да конечно сложно сказать что это было что-то полезное давайте эссенцию маны хлебнем пускай восполняет там помаленьку право вправо влево влево вправо вправо влево 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 вправо вправо влево 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 так грубый топор смола сыр понятно да вот видите блин эликсирами получается что ману повышать вообще невыгодно да потому что во всяком случае вот когда у тебя небольшой запас то есть мне проще просто пожрать растения до чтобы восполнить больше восполняет то что эликсир они типа в процентах из того что у меня щас небольшой запас маны оба так восполняет не очень-то и круто на самом деле так тут еще вся должна быть неплохая нычка насколько я помню где-то тут а а все вспомнил нам что нее как-то через палатку надо попасть да мы с первого раз завалили всех этих бандитов до угольным дождем помните я помог когда прошлый раз проходил помните как это запарно это все у меня получилось не помню то с какого раза вообще да вы ее вот за такие моменты я возвращение просто ненавижу но как там можно было свалить и идиот просто-напросто так давайте пожжем серафиса то сейчас еще сдохнет когда выносливо скончается начинает дохнуть давай братану не тупи я тебя прошу давать даже сохранимся дреха подальше до этого через нас какого раза тут просто первого раза постал за палатку саму всех завалил это круто так вот тут должны быть какие-то там каменные таблички там зелья до доллар этом всякие вот походу это место о кстати огненный дождь ребятки когти не каменная табличка стирать здесь не было ничего запомнил что должно было быть но каменной таблички здесь как раз таки то и не было но здесь был кстати говоря огненный дождь это очень классно это магия нам точно еще пригодится то ой 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 о не разбился красава так вот серафисе кстати говоря нельзя пропускать такое растение полезно так ну что тогда что тогда какие будут предложения ребята сушки вы выдавайте сбегаем кто и ведьми еще у нее там по боку это квест можно будет взять поторгуемся может быть у нее будет шкура мараклориса а вдруг это конечно очень очень маловероятно но мало ли на мне просто это шкура мараклориса пипец как нужно так трава горха да здорово что мы нашли огненный дождь я живу я теперь вернее мы теперь сможем да по выносливость бывает реально я сначала так знаете все таки больше думал что типа эта фигня что не показалось сейчас так смотрю то по ходу натуре убывает выносливость так вот постепенно постепенно до из-за этой усталости так грибочки так 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 а вот и наша дуся давайте сейчас не перетрем эй ты ты здесь совсем одна говори что тебе нужно от меня и уходи я занята кто ты ты что никогда не слышал обо мне меня называют ведьмой целительницы еще шаманкой но когда им плохо они неожиданно вспоминают старую добрую сагитту ее целебные травы что ты делаешь здесь я живу здесь столько сколько себя помню и занимаюсь травами лес мой друг он дает мне то что мне нужно ты можешь вылечить меня ты за этим пришел да да и мне знать если с тобой будет что-то не в порядке какие товары ты можешь предложить мне выбирай шкуры маркориса у нее нет принципе у нее вообще ничего нет если так смотреть да ну да говнецо разве что можно сразу же у нее купить этот самый ой как его красный слезный перец то что нам потом все равно пригодится помните так лучше купить его раньше конечно шпаги шпаги бандита самострел лук наемника короткий лук болты среди мы неплохо деньжат раздобыли согласитесь ты можешь научить меня готовить зелье как интересно меня не часто о таком просят так ты хочешь быть моим учеником тогда тебе сначала нужно доказать что твои намерения серьезны я сейчас работаю над очень редким зельем которое готовится из весьма специфических трав и растений если бы ты принес мне один ингредиент очень редкое растение которого у меня нет я обучу тебя что это за ингредиент это очень редкое растение трава называемая солнечное алоэ ты узнаешь его по сильному миндальному аромату где можно найти этот ингредиент трава необходимая мне произрастает только в местах где есть все питательные вещества необходимые для ее роста обычно она встречается на экскрементах черного тролля вот почему мне так сложно достать эту траву понимаешь посмотрим может мне удастся найти ее где-нибудь удачи тебе в твоих поисках и так ребятки а кровать у нее должна быть нет у нее нет кровати представляете она не спит походу вообще ну что тогда наверное давайте телепортироваться в таверну орвана там поспим наконец-то да потому что чувака уже нашего рубит просто напросто выносливо снижается и снижается это же совсем не дело правильно братишки а потом даже не знаю чем нам заняться честно говоря возможно можно было бы сбегать туда в башню декстера да у меня уже есть огненный дождь но тут понимаете какой косяк сам декстер пола будет очень крут вы помните да то есть я не ошибаюсь так сколько я там могу поспать ребятки девять часов давайте усталость меня больше не мучает у меня мучает жажда и голод хорошо то и другое мы пополнить можем да там сам декстер просто по-моему будет очень крут его помогли дольше с одного выстрела не завалит а поэтому шайского до следующего уровня 3000 чуть меньше трех тысяч да поэтому я жуя даже были не знаю чем еще заняться я слышал другое так арону текстере можно купить факелу пока конечно у него есть три факела давайте купим братишки и давайте с ним может быть сейчас сыграем в кости я ничем не могу помочь браток-барток братишка и не подумай а что говорит и не подумаю что сыграют даже не пройти а я понял так факел и мы взяли можно сохраниться то что факел иного ряда привязана куда же там теперь путь держать я же я просто уверен что мы никак не справимся с декстером хотя с другой стороны у нас ведь есть допустим все тот же огольный дождь да и и все та же ледяная глыба еще и вызов варга если он этого не видит попробовать прессе можно просто было бы мне очень клёво бы уже с ним разобраться да реально было бы очень клёво он давайте туда наведаемся там уж как бог да так где там мой факел а я ж я забыл как им пользовался шестеркой да да так это надо идти к лагерю наемников до помещику хорошо кстати я там дофигище полевых жуков можно будет даже на краях просто полевых жуков по убивать просто да если мы справимся сейчас с декстером да то мы скорее всего повысим уровень сможет себе еще чё-нибудь вкачать правильно там туда-сюда если забыл где еще одна шкура маркориса братишки там писали я забыл вот одна вот там вот где мы уже нашли это я помню они подсказывали вот где 2 они подсказывали я чуть не помню или можно сатири с этим огненным дождем сейчас бегать к маяку джека кстати я тоже варианта пройти тот же квестик плюс то что там есть чем поживиться в принципе чем даже не знаю такс 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 кстати на будешь в городе еще найти того чувака которого мы спасли в пещере помните он говорил то что пойдет в хоринис я ему дал 100 золотых я его до сих пор так что-то и не встретил может быть не можно будет там перетереть это было бы интересно да кстати забавный прикол видите да ты реально не высыпаешься да и не высыпаешься и а факел потом подобрать нельзя обратите внимание помните раньше в возвращении ну вернее не возвращение общего котики будут такой прикол помните допустим там даже бросал факел но потом ты мог его поднять и идти дальше с факелом а теперь этой фишки нету помните большой косяк на самом деле кроме того что факел и одноразовый теперь их еще нельзя подбирать ну реально это перебор какой-то но с другой стороны уже скоро начнет светлеть сейчас уже почти четыре часа утра да то есть принципе тут осталось совсем понты давайте немножко восполним нашу выносливость мясом и сожрем грибного супчику отлично да кстати рецептов никаких усагиты не было я что думал что у неё там какие-то рецепты будут знаете там да пипец сколько там полевых жуков конечно блин чем не выносливость пополнять я уже не знаю у меня получается кончилась уха и я теперь я не знаю чем не повышать выносливость да то есть разве что вот с этим жареным мясом но не сказать что там она будет сильно повышает выносливость да а серафиса тоже не сильно хочется тратить были на то прям печаль печальная так там еще один жучок куда то что мы набьем уровень уже очень скоро это уже сто процентов я уверен то что нам сколько там осталось ну до 2000 опыта и мы сейчас будем валить этих бандитов то есть в этом плане короче нам вообще понты осталось надо хп кстати восполнить братишки точат совсем плохо у меня с хп очень кстати тупой прикол да то что ты теперь когда вы включаешь инвентарь не видно полосок здоровья там хп маны то есть да то есть блин неудобно для чего они это сделали вообще непонятно глупое изменение на самом деле может взять еще пройти квест с тем чуваком и полевыми жуками да и уже давать к ним потом да давайте реально займемся вот чисто ёптку взялся скелет ребята чё за прикол окси тут же должен быть какой-то сундук по моему да о да сундук есть скелет отстал от меня вроде бы да а что просто из а еще какой-то свиток он свиток по моему отстойный свиток сна а что просто если в этом сундуке будет шкура маракориса прикиньте сейчас такой приятный сюрприз да начнем заново вправо вправо влево влево вправо влево нет 16 болтов и 15 золотых говенный сундук на самом деле ну да ладно вообще да наверно надо будет так делать что некоторые сундуки отсеивать вообще не обыскивать ну что вот пример вот этот сундук полная параша да я взял потратил на него отмычки то есть то есть я наверно будут некоторые сундуки просто пропускать да увидел что там внутри ничего интересного и фиг на него а я блин получается все подряд обыскиваю трачу фиг знает сколько отмычек а они что же блин бесконечные кстати чеш можно будет т.п. помочь мы уже с этим справимся там будет толпа волков то у нас же теперь есть улук да то есть кстати давайте сможем по этом полу возле той палатки будет даже то что то же шкура маракориса о кстати мне по мы писали то что там где п.п. там и будет шкура маракориса если я не ошибаюсь по уму чуваки об этом писали кстати а где п.п. я очень не вижу может это он да п.п. отлично братан давайте сейчас натуридер на него просто квест провел уж что ты делаешь здесь стерегу овец и по возможности стараюсь держаться подальше от неприятностей это не всегда возможно да 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 уж особенно когда дело касается наемников я очень рад что работаю здесь на пастбище подальше от них хотя и здесь не совсем безопасно а что опасного на пастбище неподалеку бродит небольшая стая волков эти проклятые твари почти каждый день утаскивают одно из моих овец несколько дней назад у меня было в два раза больше овец мне не хочется даже думать что она сделает со мной когда узнает об этом почему ты не скажешь наемникам о волках мне казалось это их работа да я знаю я должен был сделать это но не сделал черт а теперь когда столько овец пропало я боюсь кому-нибудь говорить об этом но ты только что сказал мне я уже пожалел об этом что если я убью этих волков ты сам я не верю в это я скорее поверю что мой баран вожак расправится с ними забудь об этом это было всего лишь предположение я пойду к парням и посмотрим что они скажут насчет этого подожди минутку хорошо хорошо ты величайший воин и можешь уложить сотню волков одной левой нет проблем обычно они шныряют в лесу около пастбища я думаю их всего четверо так ну ща мы туда отпедрючим волков может быть это даже декстером будем в следующем выпуске заниматься в общем посмотрим пока что короче говоря декстер нам не горит так они там эти сраные волки я что уже и подзабыл честно говоря так ну вот овечки пасутся да 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 овечечки так да вот там вот они должны быть да я думаю мы сука их просто расстреляем сейчас сделаем расстрел сталину да да и всего делу да и помню реально отписали то что где-то здесь должен быть да так не очень хорошо мы справились но справились да ничего нет так они четвертый волк я не по вот вот а это самое важное то что вы справились братишки правильно там еще 5 этот гребаный полевой жук как у меня достал это капец просто ну давай давай иди я тебе щас жопу на героям с тебя так не имется сколько нам до следующего уровня да две тысячи с лишним короче чуваки рядом мы скоро уже уровень подымем так значит всякие растения давайте все подбирать да и по-моему это здесь мне писали что где-то здесь будет шкура маракориса мне бы очень этого хотелось да потому что капец как мне нужна шкура маракориса просто-напросто ну и сами понимаете то что мы как раз сейчас уровень практически подым то есть сразу же можно будет изучить вырезать когти да сразу же столько возможностей перед нами открывается прям капец сколько яблоко молоко так тут вроде бы все мы собрали на вот шкура маракориса шкура маракориса да ёпта все закачаешься блин про пацаны на наш на нашей улице праздник тут еще и других шкурах дофигища да у шкуры волка шкуры лцы то есть можно будет потом понавпаривать все это басперу там за бешеные доллары да так старый сундук 20 золотых стальной кинжал хорошо кстати о чем я за этот сундук дал опыт 28 опыта вы заметили да я же его не взламывал то есть он уже был открытый ну да ладно ну отлично отлично так там вот еще бомбу хоть полевой жук вдалеке я там видел вроде бы как идут садия должны быть где-то должен быть какой-то сохраняне помню то он должен будет быть кошелек там до вот дохти ты ёпт о жизненная энергия плюс один отлично братишки мы пятки в бестиарии почему-то получили запись про полевого жука я про не совсем врубаюсь почему ну тем не менее это есть хорошо так сколько назначить теперь здоровье здоровье у нас теперь 146 было 145 так и по поводу бестиария полевой жук тактика боя полевые хищники не должны быть проблемой для того для хотя бы немного обученного бойца который легко может убить его оружием ближнего боя причем тут тактика боя к тому что его можно убить легко оружием ближнего боя то есть честно говоря некоторые моменты в этом бестиарии выглядит довольно таки маразматически ну да ладно там дальше дикий кабан туда мы идти не будем потому что дикий кабан парень серьезный а вот травку пособираем тем более хорошая травка и вот там вот смотал от помыть тут сохран на котором я говорю там будет кошелёчек помощью какой-то да да вот меча получился зелья смотрите кошелёчек грубый топор и еще изделия свитки лечения кошелёчек да тут реально не зря мы сюда зашли и огненная крапивушка тоже вещь что он так ему нужно так давайте посмотрим значит чего нас там за кошелёчки вот один кошелёчек 62 золотых вот другой кошелёчек 25 золотых ну а зелье обычное ну да зелье обычное все как обычно хорошо погнали тогда сдавать пп-клэст о еще грибочки смотрите пропишки кстати даже есть еще пакет болотника который мы в порту достали его можно будет отдать по уму сайферу или кому я точно не помню да точно тоже будет квест надо будет сделал потом тоже пройти там по-моему нормально можно будет опыта получить где-то 400 или около того несомненно есть смысл пройти этот квест так пп все там же сидит хорошо я расправился с волками ты сделал это слава и носу но я все равно не знаю как сказать анару что его овцы пропали это все этот чертов булка виноват вот тут мы ничего не сделаем я при любых раскладах в наемники идти не собираюсь навалять булка будет довольно таки тяжело поэтому фиг на него сколько надо следующего уровня так все так же по сути ну чуть меньше двух тысяч короче говоря то есть еще довольно таки много а сайфер еще спит насколько я понимаю да блин тут и кстати а печаль к мне было бы очень круто сейчас еще поговорить с айфером затянул сразу же квеста блин может быть он там в таверне как думаете крестьянин наемник да не видать вольф чего тебя еще не берется эти пирожки это да и что ты в обычные пико по пироги нам не можно пожарить и мясо если понадобится а я могу ей воспользоваться можешь но только если я буду уверена что ты не испортишь и как мне тебя в этом убедить но например скажи то меч печь пироги к сожалению нет вот когда научишься тогда я и позволю тебе ей пользоваться научи меня идет о а меня ты можешь научить печь пироги конечно но не за спасибо также тебе понадобится некоторый опыт в кулинарном деле научи меня печь пироги так и что ты хочешь испечь яблочный пирог кстати говоря одно очко обучения 250 золотых сушки давайте обучимся научи меня печь яблочный пирог тебе понадобится 25 яблок кусков хлеба кусок сыра серафис и бутылка чистой воды делаешь из яблок пюре замешиваешь его с хлебом добавляешь тертый сыр и приправляешь серафисом ставишься в печь и через несколько минут пирог готов благодарю блин зря я свои яблоки пожрал братишка представляете ну как вообще я думаю рецепт нам пригодится потому что пирог я думаю хп больше будет восстанавливать и выносливость и еще прибавок силе наверно будет какую-то давать да ну конечно блин вообще печалька печаль печальная так ладно что-то нету сайфера я даже 4 не знаю чем заниматься пока нету сайфера нашу побегать побродить поискать еще этих самых полевых жуков каких-нибудь или что-нибудь в этом роде такие дела ребятки когда давай давать это раздать как братишки сделаем тогда давайте пожалуй сбегаем сейчас к этим только посмотрите на чего тебе нужно еще один из этих сумасшедших болотник что думаешь обкурился и уже бога за яйца поймал я скажу тебе одну вещь неважно что ты носишь я вижу тебя насквозь по мне так ты просто скользкий маленький бездельник и ничего больше в чем твоя проблема я вижу таких людей как ты насквозь способны только на слова а когда доходит до дела в кусты я ненавижу те кто одевается как вельможа и повсюду хвастает своими героическими телами не далее как вчера я набил морду одному такому он утверждал что может заболеть черного тролля одной левой и что что ты хочешь сказать этим и что ты хоть раз своей жизни видел черного тролля болтун ты хотя бы представляешь себе насколько велики эти монстры если ты подойдешь к ним слишком близко они разорвут тебя на куски я уже убил черного тролля ты напрашиваешься да я должен был уже оторвать тебе голову но у меня есть идея получше если ты такой великий боец докажи это а что мне с этого будет глупый вопрос почет и твоя челюсть останется не сломаны не так уж много скажем я заплачу тебе целую кучу денег если ты принесешь мне шкуру черного тролля как тебе уже лучше тогда чего ты ждешь отлично братишки кстати горя с ним еще можно сыграть в кости давайте может быть еще этим займемся как думаете чё прям сос я сохранимся на всякий пожарный и потом разбегаем к охотникам или нельзя с ним сейчас играть даже интересно ну держи да можно потом сбегаем к охотникам печально что здесь любым соперником можно всего лишь на 200 золотых играть но всяком случае пока что тройка на 4 а у него младший стрит на у него ведь 1 2 3 4 5 тройка на 4 давайте повысим сталку при любых раскладах на 50 золотых так перебросим тогда давайте третью кость да возможно первую давайте еще ну вы выиграли нифига себе у меня каре на 4 закачаешься ну ты плут ты что я даже не ожидал что его выигрываю по столк у него был этот маленький стрит да отлично туда можно сохраниться так ну что сайфера я вроде бы не вижу да давайте давно турист погоним к охотникам вот к охотникам короче говоря отдадим шкуры мракориса шкуры мракориса нифига себе там эти полевых жуков сколько и станем уже наконец-то охотником они нас может быть на будут обучать бельжалка только что я уровень никак не подниму ну да чтобы уровень поднять не еще опыта конечно нужно немало еще потом со временем уже обучимся наконец-то вырезать грёбаные когти то уже радует кстати говоря вот мы взяли наконец-то квест на черного тролля до надо только теперь где-то раздобыть этого самого магии уменьшения монстра пока что я что нигде не видел если милой древесины да здорово то что в готике конечно бесконечный инвентарь то что если бы здесь дыщу или какой-нибудь там максимально переносимый местом до или аки там сути которые там забиваются да это был бы вообще уже просто какой-то супер хардкор так во всяком случае есть простота в том плане что хотя бы ты можешь вещей носить столько сколько тебе угодно так где-то в этот грёбаный фальк тренируются да я принес шкуры мракорисы не может быть а ты парень не промах кто бы мог подумать так ты согласен принять меня да будь как дома теперь это и твой лагерь тоже да еще выкинь те шмотки что на тебе у меня есть приличный комплект охотничьих доспехов возьми его то кто здесь может меня чему-нибудь научить никлас научить тебя делать стрелы и болты остальные альфред гром да она гримбальд смогут рассказать тебе как разделывать тушки убитых тобой животных ведь сбор охотничьих трофеев самая важная часть в нашем деле к сожалению многих ребят сейчас нету лагеря никлас промышляет в охотничьих угодьях недалеко от маяка он у нас отвечает за регулярные поставки мяса в лагерь да находится возле прохода в долину рудников помнится он выслеживал какого-то странного зверя явно не из этих мест гром околачивается возле фермы анара я дал ему один очень непростой заказ наверное он до сих пор и занят ну а гримбальд охотится на снайперов в северной части острова недалеко от логова черного тролля мы кстати даже поспорили с ребятами кто первым завалит этого монстра можешь поучаствовать и что я получу если убью его вот сначала убей и тогда узнаешь так у тебя есть доспехи получше если на продажу то нет но поскольку ты один из нас то я бы мог научить тебя делать доспехи из школ различных животных они куда крепче и прочнее обычных и смогут надежно защитить тебя во время охоты и интересно не так быстро друг мой для начала ты должен доказать что ты достоин этого я должен быть полностью уверен что передаю свои знания настоящему охотнику они бревну с луком в руках давай договоримся так я не возьму с тебя золото за обучение но за каждый урок я попрошу тебя принести мне какой-нибудь редкий трофей только он должен быть действительно редким если ты понимаешь о чем я говорю ну что договорились по рукам вот и славно тогда жду тебя обратно и надеюсь не с пустыми руками да кстати на братишке у меня вопрос а если смысл мне обучаться делать эти доспехи и шкуры животных если я буду качать ловкача во первых я просто не знаю как там будет там будет нужна сила или все-таки ловкость да это во первых во вторых если вообще пункт их делать может быть там можно будет нормально доспехи его не так понимаю что нам нужны будут еще очки обучения для этого всего да у тебя есть для меня какое-нибудь поручение хорошо что спросил тут как раз есть кое-что для тебя один торговец из города заказали два десятка волчьих шкур возьмешься за это конечно я принесу тебе волчьи шкуры тогда жду тебя с этими шкурами не позднее следующей недели постарайся не тянуть с этим делом мой заказчик не любит долго ждать я принес волчьи шкуры вот как ты и просил ровно двадцать отличная работа парень думаю это немного порадует старика баспера а что касается тебя то вот держи свою долю ты честно заслужил так ты работаешь на торговца баспера нет просто иногда я выполняю для него небольшие заказы а он в свою очередь мне хорошо за них платит не более того бывают заказы и о других торговцев например недавно один торговец из города интересовался когтями какому-нибудь особенного снеппера вот только где нам найти такого у тебя нет какой-нибудь работы для меня нужно отнести вот это письмо в город торговцу басперу вот держи его и постарайся не потерять на кого вы обычно охотитесь любая живность представляет для нас интерес если с нее можно снять какой-нибудь ценный охотничий трофей волки падальщики снепперы или тролли охотиться можно на кого угодно главное знать как это делается то ты можешь чему-нибудь научить меня я могу показать тебе как сражаться двуручным оружием понятно так вот редкие трофеи я ему про любых раскладах даже если у меня есть я его пока что давать тогда не буду тогда расскажите братишки кто в теме да если смысл обучаться этому навыку если я буду качать ловкость в основном если вообще мне резон и если там действительно классные доспехи так снова в лагере последнее время понятно как охота но еще вода можно у него витера скажи мне что-нибудь об охоте а хотя нет давите об охоте на хищников вот нажимаешь тут проволков там да вот снайперов видите за каждую фундует по 50 опыта но это еще прикол с прошлого возвращения с вашим крафта помните расспрашиваешь и он короче типа 50 опыта дает классно тоже фишка халявный опыт причем немаленькое количество в принципе так про хищников расспросили так теперь про рептилий есть охотиться на этих мест интересного там принципе ничего не рассказывает он рассказывает обычную стратегию боя там со всеми этими монстрами да то есть там ничего такого особенного тут именно чисто ради опыта это проклассать и не более того да то дело показывает как надо бить коровяного шершня так что такое все отлично так этому у него расспросили это мы спросили о почему именно почему именно ты здесь главный я заправляюсь здесь всем поскольку являюсь самым лучшим охотником в этом лагере и что же делает тебя лучшим как что в первую очередь умение охотиться конечно кроме всего прочего в тебе должна присутствовать еще неумолимая тяга и любовь к этому ремеслу ведь быть охотником это не просто уметь метко стрелять из лука или разделывать туши животных охота должна стать частью тебя в ней смысл всей моей жизни и без нее я не представляю свое существование в этом мире а могу я возглавить ваш лагерь поскольку сейчас в лагере именно я являюсь лучшим охотником то ты можешь бросить мне вызов после чего мы устроим охотничий поединок который покажет кто из нас лучший тогда я вызываю тебя одного желания тут будет недостаточно если ты хочешь потягаться со мной в искусстве охоты для начала тебе следует заручиться уважением и поддержкой других охотников когда большинство из них выскажется в твою пользу когда мы и поговорим об этом а кто научил тебя охотиться всему этому я обязан только одному человеку своей жизни моему деду бену твой дед тоже был охотником да не просто охотником а самым лучшим охотником в этих краях а где он сейчас этого я не знаю семь лет назад он ушел охотиться в горы на севере и с тех пор больше никто его здесь не видел так ну все у него вроде бы все расспросили да по поводу бена там помните там будет квест следующего уровня уже совсем понты тысячи опыта чуть больше тысячи по поводу да там будет квест по поводу этого бена надо будет его найти он будет яркинда это вы не него на его остатки так сказать я только не помню где-то надо найти первую записку как она будет получили находить эти записки помните первое это полно должна быть хоринисе остальные а мы уже найдем там в других местах яркиндаре тогда нам бы катал уровень конечно поднять было бы очень здорово тогда можно было бы сразу поговорить там с охотниками по поводу того кто кто-то может меня чему-нибудь обучить или нет да просто я думаю что вы сейчас реально просто банально чуваки не справимся там с декстером и его банда и у нас слишком мало магии огненный дождь то у меня есть да мы знаешь сможем убить всех бандитов если правильно распорядиться этим дождем это да это я не спорю но помимо огненного дождя нам нужно будет еще какая-то магия потому что я же вы помните там декстер очень крутой и он огненным дождем одним только не убивается у него там еще где-то чуть ли не пол хп остается а у меня есть только одна ледяная рыба и больше ничего естественно ледяной рыба его тоже говорить не смогу никак поэтому вот в этом плане даже не знаю мне кажется что пока что мы там не справимся мне кажется что пока что но знаете как надо было бы сделать это так просто поговорить с айфером вот а потом хоть еще подраться с тем бастером помните с бастером вот там набить опыта и возможно даже уже пройти квест болотников на сбор болотника так как дела я тебя откуда-то знаю возможно я торговал болотной травой в колонии помнишь зачем ты торгуешь сейчас не спрашивай я принес с собой из колонии целый тюк болотной травы многие наемники не прочь иногда покурить травки я даже смог сколотить небольшое состояние на этом но какой-то ублюдок украл эту траву из моего сундука я почти уверен что это будто он спит в той же комнате что и я и всегда ухмыляется при встрече как идиот это случайно не твой тюк болотной травы мой где-то нашел его это долгая история ладно это не важно но теперь я знаю что ты наш человек возьми это в награду сейчас я скручу пару косячков да прикольно ванна кстати врядал 200 золотых то можно было еще перед этим поговорить с даром там дастим же буду получить возможно лишнего опыта дара бы еще и побили можно было бы забрать у него его вещи я что-то затупил то мечта впаду уже переигрывать так торговать с ним нечем да вот что-то нам еще кстати отдали за доспехи кожаные надо говно да тут тоже тоже что у меня было оба спирта к это уже тяжелый кстати да у доспеха здесь нет цены смотрите да поэтому их и нельзя продавать то что у них просто банально цены нету это вообще печалька так ну еще квест болотника мы прошли блин 550 опыта представляете пойдемте на турист поделимся с этим бастером я думал еще с ним должны справиться и наверно после этого выпуск уже закончим да потом еще это побегаем короче говоря ну в следующем уже выпуске набьем себе уровень придем к охотникам обучимся самым таким важным навыкам там вырезать когти вырезать рога там сердца очень быть такое жало крылья кровяных шерстей там панцирь ползунов все те же самые да я очень мы бы таком по обучаемся ну а там уже остался какие-то очки обучения этого зависимости от их количество возможно поднимся ману еще на 5 чтобы уже не зависит того кольца чтобы у нас были на свои 50 очи очи маны да вот ну а следующие очки обучения уже на будем тратить на ловкость чтобы вы наконец-то смогли пользоваться нормальным каким-то копьем даст более-менее высоким уроном а потом на будем качать выносливости двуручку что-нибудь в этом роли так давайте еще раз сохранимся да сейчас поделимся с этим идиотом посмотрите кто а кто спрашивает я баст и тебя лучше это не твое дело я никому не поздно ну да в принципе вот опять таки вот выносилась у меня начинает заканчивался так как так 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 да ничего сложного принципе в этой драке не было прямо скажем ну чё кстати чуваки мы тоже довольно таки даже более-менее крутые чего бастеру на валют во всяком случае можем это принципе не самые слабые нпс в игре да мы еще посмотрим сделать довольно таки просто надо выносилась конечно кайка качать то что совсем хорошо хорошо ты лучший боец чего ты хочешь я хочу узнать больше о наемниках и этой местности а местности я мало что могу сказать тебе лучше поспрашивать фермеров а что касается наемников то правила у нас просты если можешь постоять за себя добро пожаловать к нам я думаю ты достоин стать одним из нас но не стоит обольщаться тебе просто повезло во время нашего последнего боя на этой ферме полно парней которые будут получше меня сентенза например он охраняет вход на ферму тебе лучше не связываться с ним прикольно видите я бы накостылял он хромает тоже вот такая вот мелочь вроде бы как но приятная мелочь до до следующего уровня совсем банты там 400 опыта 400 чем-то побегаем поищем какие-нибудь там амобов да повалим их и короче говоря считать что дело в шляпе уровень и подняли изменится такие делишки неплохо кстати а продвинулись за этот выпуск в принципе наконец-то вступили в гильдию охотников задолбался в нее вступать что называется наконец-то как только повысим уровень сможем изучить вырезать когти очень такой необходимый навык потом разбегаем назад в город или где-нибудь так о я даже знаю куда мы пойдем чуваки мы пойдемте к изгороду точно пойдемте к изгороду туда под направлением монастырю во первых в этом точно набьем уровень потому что там по дороге будет достаточное количество монстров помните там падальщики все те же волки вот как раз мы там набьем уровень у изгорода по-любому будет какая-то магия плюс то что мне там вроде бы еще говорили что у него еще какие-то квесты должны быть вот у него должна будет как быть к это магия по-любому и красную накупим пройдем квестик да и вот как раз можно будет это пойти научиться вырезать когти туда-сюда потом сразу разбегать к декстеру там всем навалять в общем говоря вот так вот у нас будет следующий выпуск какой-то такой братишки я уже даже все спланировал видите сейчас на только вспомнить кого-то надо идти к монастырю я че-то уже забыл эту дорогу сразу стать по направлению чтобы я в следующем выпуске не забыл что я там собирался делать помогут этот монах монастырю да или нет нет это не к монастырю блин братишка одет монастырю дорога больно я чет потерялся монастырь 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 чик а вот походку оттуда да да вот помочь от монастырю да вот монастырю давить там уже два падальщика тусуются минимум два падочка может быть и больше все пивка выпили чтобы промочить и хорова все чуваки тогда на этом и на сегодня заканчиваем я вам как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока